Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я собираюсь рассказать вам об игре Rise of Civilizations, что, пожалуй, можно перевести как «Восход цивилизации». Сразу предупрежу, за этот обзор мне заплатили, поэтому если вы считаете, что любые оплаченные обзоры не объективны, то стоит прямо сейчас выключить видео. Все остальные, добро пожаловать дальше. Итак, это игра для мобильных устройств. Доступна как в магазине Google, так и для устройств Apple. В своей основе это глобальная многопользовательская онлайн-стратегия, но с целым рядом собственных фишек, которые выделяют Rise of Civilizations среди прочих многопользовательских стратегий для мобильных устройств. Во-первых, здесь действительно несколько цивилизаций. На данный момент 11 и, к сожалению, кстати, среди них нет России, поэтому я решил выбрать Византию. Так сказать, сыграю за второй Рим, прежде чем будет возможность сыграть за третий. Как я понял, добавление России в игру одно из приоритетов у разработчиков. Игра не пошаговая, но так как она создана для мобильных устройств, то время здесь течет размеренно. И заходя на несколько минут в игру, вы можете сделать много всего. Отдать приказы на постройку зданий, на тренировку войск, на открытие технологий, отправить ваши войска что-либо захватывать. И потом выйти из игры и заняться какими-то другими делами. И так вот в течение дня периодически заходить, чтобы отдавать приказы. Тем не менее, сражения происходят в реальном времени. Причем разработчики утверждают, что они не просчитаны заранее. А действительно, когда ваши войска сталкиваются с войсками противника или варваров, то весь расчет вот прямо перед вашими глазами происходит. Более того, вы можете присоединяться к битве, которая идет где-то недалеко от вас, например, между войсками ваших союзников и противников. Или наоборот, напасть на город другого игрока, войска которого воюют где-то далеко от него. В этом помогает огромная и плавно масштабируемая карта мира, чего я, кстати, даже не припомню, чтобы увидел хоть какой-то мобильной стратегии. Ну вот вы прямо у себя на экране сейчас видите, что я двумя пальцами масштабирую вид из центра города до глобальной карты мира, в котором происходят действия. Причем все игроки находятся на одной огромной карте. Нет каких-то изолированных баз или отдельных боевых экранов. Ну, хотя в RU есть определенные задания для ваших войск, которые происходят на отдельных экранах, но это не связано с общей игровой историей. Это просто такие дополнительные миссии, которые вы можете проходить. Но вот этот бесконечный зум лично я вижу впервые. Уже упомянутые разнообразные цивилизации. У каждой своя архитектура, уникальные юниты, особые преимущества. У моих византийцев, например, бонус на кавалерию. Поэтому я стараюсь открывать новые юниты кавалерии и именно их использовать в бою. Как и в любой хорошей глобальной стратегии, мир поначалу спрятан в тумане. Поэтому вам надо использовать разведчиков, чтобы исследовать эту загадочную землю и находить спрятанные сокровища. Вы можете исследовать потерянные храмы, варварские крепости, таинственные пещеры и племенные деревни. Собирайте информацию о своих врагах. Например, у меня был сосед, я пока еще разбирался в игре, и мне пришло сообщение, внимание, ваш сосед вас исследовал, прислал к вам скаута, думаю, ну, господи, боже мой, что тут такого? А потом приходит сообщение, что он на меня напал и мои ресурсы спер. Сволочь. Я на него не мог напасть, потому что я тогда не так развился, как он. Правда, у меня была возможность на сутки закрыться. Зато я нашел человека послабее, разведал его скаутом и направил войска на него. В общем, возможностей очень много. То есть вы можете отправить войска на вражеский город. Правда, еще раз повторюсь, надо его сначала разведать. Потом можете вместе с войсками альянса, своих партнеров по альянсу, отправиться захватывать там поселение варваров. Войска могут быть разделены между несколькими командирами. Вот у меня сейчас, я двоих прокачиваю, а вообще я уже многих героев открыл, которых можно прокачать. И они со своими собственными способностями, деревьями прокачки, которые дают бонусы войскам. Кстати, уже несколько раз я упомянул альянсы. Мне система альянсов понравилась здесь. Правда, когда я создал свой альянс, ко мне никто не присоединялся. Я его назвал «Мы, белорусы, мирные люди». Наверное, поэтому и никто не хотел. Но так как я неплохо развился, мне предложили соседи присоединиться. И вот мы с ними периодически набегаем на всяких варваров и прочих чувачков. Приятно получать от них помощь. И действительно, система альянсов здесь хороша. Ты чувствуешь поддержку сокомандников, что ты не один. Они помогают тебе и в исследованиях, и в строительстве, и в апгрейде, и в лечении юнитов. С другой стороны, конечно, по моему мнению, Rise of Civilizations пройти в одиночку будет невозможно. Вам придется участвовать в каких-то альянсах. Сами вы создадите его или примкнете к другому. Для меня это в некотором смысле минус игры, потому что хочется иметь разные возможности. Но все-таки система альянсов здесь понятна, удобна и выгодна. Ну, я сказал пройти игру. Понятно, что цель вместе с альянсом взять под контроль как можно больше территории, воевать с другими альянсами и в конце выйти победителем в этой партии. Добавлю, что те герои, командиры, лидеры, которые вы призываете, это реальные исторические личности. Я и Ланцелот Дулак. Аравии не должны не capturer ни одни. Я... 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 Стамбулу Аларум. Я держу... Для моего народа. В мутации флату. Ромам перфу. Меня, Ясакина, холодная скорость. Вы, что... Ты хочешь солдарь? Всегда солдарь. Юли Цезарь, Сун Цзы, Жанна Дарк и прочее. Ну, а то, что они повышаются в уровне и прокачиваются по оригинальным деревьям способности, я уже говорил. На карте появляются постоянно какие-то события, которые не дают скучать. Например, святыни, которые вы можете посетить. Правда, до этого надо разбить защитников этих святынь. Воины могут не только воевать, но и собирать важные ресурсы. На карте есть что-то типа шахт, ферм. К тому же, вступив в альянс, вы начинаете контролировать большие территории, ваш альянс начинает контролировать, и за это вам поступают дополнительные ресурсы. Графика, музыка, вы, в общем-то, всё видите на своём экране для мобильной игры. По-моему, отлично. Из минусов? Ну, в первую очередь, это, конечно, вот эта механика многопользовательских стратегий. Она подходит для тех людей, которые действительно постоянно с мобильным устройством, которые любят играть через мобильные устройства, которые любят стратегии, то есть зайти там на 5 минут, что-то сделать и потом вернуться через час, через два. Вот это игровая система Rise of Civilizations. Вы не будете там проводить по 8 часов сразу, как мы это делаем в той же циве или в любой другой пошаговой глобальной стратегии. Для меня это минус, потому что я так не умею играть. Для людей, которые предпочитают мобильные развлечения, это плюс. В общем, обратите внимание на Rise of Civilizations, ссылка есть в описании к этому видео. Ну, а вы слышали Алексея Халецкого, играйте в умные игры, и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok